Какой должна быть скульптура женщине? Должна ли она быть на кого-то похожей или, возможно, образ должен быть собирательным? Живо обсуждали краеведы, писатели, депутаты на первом в этом году заседании Оргкомитета Культурная Самара. Хотелось бы, что все-таки это был тоже некий такой памятник поколенческой благодарности поколению женщин времен Великой Отечественной войны. Те, кто провожали своих мужей, сыновей на фронт, те, кто здесь работали, воспитывали детей, женщинам, послевоенные, вот этому поколению, которое, я думаю, нас вырастило. В начале этого года на повестке вопрос и об установке композиции «Возвращение героя», посвященной 70-летию Победы, а также о Тимуре с его командой. Фильму исполняется 75 лет. Фильм «Тимурова команда» появился раньше, чем повесть Аркадия Петровича Гайдара. И поэтому именно благодаря этому фильму, который был снят полностью в Куйбышеве и зародилась, и на многие годы распространилась и стала популярным, особенно важным это было в годы Великой Отечественной войны, Тимуровское движение. По большому счету, я бы вообще ставил вопрос шире о возрождении Тимуровского движения. Может быть, Самара могла бы стать как раз центром средоточения и началом этой инициативы. Действительно, сегодня это объективно востребовано. Обсуждали также и памятник Фурагам, и Баяну, и Петру Алабину. Какие из них появятся на улицах города, будут решать на следующих заседаниях Комитета культурная Самара. Напомним, в прошлом году уже появились 8 информационных стендов, арт-объектов, скульптур и памятников. Это и бурлаки на Волге, рыбка и памятник российскому инженеру. Марьяна Мирная, Константин Головин. События.